Белый дом призывает Китай обсудить вторжение Россию в Украину, и мы понимаем, чего боится Белый дом, они боятся этого больше всего. Ван Биль, директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая. Так, это что, у нас сейчас будет гость такой, да, насколько я понимаю? Да, всё, ну тогда, о, Ван Биль, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Да, ну вот я как раз сейчас зачитывал важный момент, Рейтерс, Белый дом призывает Китай обсудить вторжение Россию в Украину, и мы прекрасно, мне кажется, понимаем, чего боятся американцы, они боятся решительных действий Китая. По наведению порядка на тех направлениях, где целые десятилетия американцы, британцы и другие деструктивные силы выматывают из Китая последние силы нервы, развязывают террористические атаки. Ну, понятно, что я про Синьцзянь говорю и говорю про известное направление вот туда, в сторону одного из островов. Ну, вам слово, я думаю, если можно, расскажите, какова ситуация, каково отношение к Китаю, в первую очередь, к той проблеме, которую мы сейчас обсуждаем, к нашей специальной операции, кстати, всё-таки надо так говорить, России на Украине. Спасибо за приглашение в программе. Вот, я думаю, не зря председатель КНР Синьцзянь и президент Путин недавно позвонили, и именно в этом звонке президент Путин сообщил, что Россия готова вести переговоры с Украиной. И совсем недавно наш министр иностранных дел тоже подчеркнул, ещё раз назвал позиции Китая по украинским вопросам, и там он тоже сказал, что украинский вопрос, это очень сложный, имеет очень сложные исторические корни, и Украина должна быть на стол между Востоком и Западом, а не простармой для борьбы между державами. Поэтому, я думаю, здесь однозначно Китай уважает выбор российской стратегии, и мы понимаем, всё относится. И сейчас я читаю китайский интернет, потому что в эти дни мы с самого утра до глубокой ночи освещаем эту проблему, и вся китайская аудитория внимательно следит, как идёт специальная военная операция. И почти все посты, все темы, что касается заявлений России, что касается позиции президента Путина, там очень легко набирают сотни миллионов просмотров. И я читаю комментарии почти, ну, абсолютное большинство наших интернет-пользователей именно на российской позиции. Все понимают, что это имеет своя логика, это не агрессия, это там за Украиной стоит определённая страна, или определённый блок стран, и даже сегодняшняя тема, когда мы сообщили, что Украина решила принимать участие в переговорах, там есть такой очень интересный пост, что вот именно если бы Россия поступала как Соединённые Штаты, Украина сейчас уже бы не существовала, но именно потому, что Запад знает, что Россия разумна и действует в рамках законов, и поэтому они любой ценой хотят затягивать этот процесс, и именно Запад хочет видеть осложненные ситуации. Вот такая основная сейчас у нас. Ван, ну вот посольство Китая в России напомнило, это посольские документы, посольская картинка, в России, что представляется, кто представляет реальную угрозу для мира. И вот где представительство Китая отметили, что начиная с 50-х годов прошлого века США совершили 30, совершили бомбардировки 30 стран. И вот в своём твиттер посольство КНР разместило инфографику проведённых Соединённых Штатов бомбардировок по всему миру. Вот в представленном списке мы видим Корея, Китай, Сирия, Вьетнам, Лаос, Югославия, Ливия, Ирак, другие государства. Интересно, что представительству Китая сообщили, что в этих странах проживает до трети населения планеты. МИД Китая сообщил, что Китай продолжит стратегическое партнёрство с Россией, и при этом Соединённые Штаты Америки сейчас очень много говорят о том, что нельзя допустить, чтобы Китай ослабил усилия европейского сообщества и США по санкционному давлению на Россию. Как вы считаете, Китай имеет какие-то возможности оказать России помощь, и возможно ли эта помощь в реальности? То есть пойдёт ли Китай на конкретные шаги? Ну, Китай и Россия, сейчас между нами торговля очень активно развивается, несмотря на осложнившиеся ситуации с пандемией, объём торговли между нашими странами достигла. Там, по-моему, 140 миллиардов долларов в прошлом году. Это исторический максимум. И некоторые позиции товаров из России в Китае сразу набирают очень большой спрос. Там спрос на российские товары в Китае очень быстро растёт. Как я помню, только после пандемии Китай разрешил импорт российской говядины. И сейчас Россия уже стала крупнейшим поставщиком говядины в Китае. И после начала специальной военной операции Китай разрешил импорт российской говядины со всей территории страны. И я думаю, потенциал между нашими странами очень огромный. И я думаю, руководители наших стран обязательно учитываются эти моменты.